Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Спасти рядового Райана. Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание. Вместе с отрядом из 8 человек Миллер должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана, три родных брата которого почти одновременно погибли на полях сражений. Командование приняло решение демобилизировать Райана и отправить его на родину, к безутешной матери. Но для того, чтобы найти и спасти солдата, крошечному отряду придется пройти через все круги ада. Сталинград. 2013 года. 1942 год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, занявшие правый берег Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат, они находят в дом его последнюю жительницу, 19-летнюю Катю. Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Канн. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества, разворачивается история любви и драматического противостояния характеров. Гладиатор 2000 года. В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом. Несокшимый. Топор. Сибирский отшельник, чья жизнь была разрушена жерновами Великой Октябрьской революции, проводит 17 лет в добровольном изгнании. Узнав о нападении фашистской Германии на СССР, бывший казачий офицер, не задумываясь, устремляется на фронт, чтобы защитить родную землю. Дюнкерк. Фильм расскажет историю чудесного спасения. Более 300 тысяч солдат в ходе дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. Брестская крепость. 2010 года. Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков. 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных трех очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимов Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым. Танки. На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Кавалерия. Их бросили в пекло после 11 сентября, когда мир раскололся на до и после. Именно им предстояло на передовой бороться с врагом, не знающим пощады. На чужой земле преимущество у всадников, этому их научили нежданные союзники. Вместе они попытаются удержать мир от погружения в хаос. Пейзент Линкольн. Охотник на вампиров. Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь величайшего президента Америки Авраама Линкольна. Любящего мужа и отца днём и беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия кровопийц, которым он бросил вызов, растёт с каждым днём. Сможет ли президент великой страны противостоять полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от неминуемой гибели? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова